Привет, мальчишки и девчонки! Устраивайтесь поудобнее, готовьте чаёчек и бутики. Сейчас будет взрывное видео. И да, приятного аппетита! И прежде чем мы начнём, сразу скажу, что увиденное это прям уникальный контент, так как больше нет дураков подобное повторять. Но вам несказанно повезло, так как у вас есть я, и у меня сегодня хорошее настроение. И маленькое предупреждение. Все действия данного видео проводились вот здесь, в вытяжном шкафу из нержавеющей стали. Слышите, да? Вот эти экраны были полностью опущены, так как опыт вообще небезопасный. Так что даже не пытайтесь его повторять. Хотя, когда вы досмотрите видео это до конца, то у вас этого желания и не будет. А сегодня я покажу реакцию получения соляной кислоты. Мы смешаем водород и хлор. Постоянные зрители канала наверняка помнят целую серию видео про хлор. Как его получают и как в нём горят разные химические элементы. Как обычно, ссылка будет вот здесь. Если она не работает, то ваш отблок её блокирует. Если же взять водород и взять хлор, то БАМ! Получится аж хлор. Но чтобы это произошло, просто смешать газы недостаточно. Надо как-то инициировать реакцию между ними. Короче, её надо чем-то подопнуть. И я не зря сейчас покажу вам этот опыт. Потому что данная реакция фотохимическая. Ну не в смысле, что её надо сфотографировать, чтобы она пошла. Чтобы она началась, на неё надо посветить. И не просто светом, нужна яркая вспышка. Короче, хватит болтать, давайте начнём и походу разберёмся. Так, прежде чем что-то бахнуть, надо сначала отсюда всё убрать. Чтобы не пострадало. И вот эту маленькую рысь. Это уральская рысь. Когда-то она жила здесь. А чё это... Это была проблема с низшей челюстью. Да, это явно проблема с низшей челюстью. И зубы выпали. Но это уже потом. Вот такая вот рысь живёт сейчас здесь. Но всё остальное надо убрать. В общем, мы всё убрали. В правой части шкафа мы будем химичить. Для этого нам потребуется штатив. И кристаллизатор с водой из-под крана. Начнём с маленькой пробирки. Заполним её водой. Перевернём вверх дном. И закрепим в лапки. Так, чтобы открытый конец оставался под водой. Так, забыли пометить, где же у него середина. Середина где-то... Если вот она такая... Где-то вот здесь штыц. Вот настолько заполнять. В левой же части шкафа мы поставим аппарат Киппа. В котором будем получать водород. Как он работает, было отдельное видео. Ссылка справа вверху. Как видите, мы разделили половины шкафа с помощью листов ДВП. И судя по всему, компания лабораторное оборудование и приборы теперь нам будет торчать денег за рекламу. Водород, пошёл, 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 пошёл сюда. Булькает. Булькает, булькает, булькает. И выходит вот там. Также в левой части шкафа будем получать хлор при помощи вот такой установки. Кто смотрел видео о методах получения хлора, по реактивам в кадре могут догадаться, как именно мы его получали. Безопасность наша всё называется. ДВП. Сейчас будем получать водород. Брать на чистоту. Добавим. Забульбулькало. Вы ей доверяете, этой горелке? Конечно. Горит. Чистейший водород. Только аж два. Ничего больше. Ничего лишнего. Ничего лишнего. У нас есть такая трубочка-заполнялочка, мы её опустим под воду. Она сейчас будет булькать. Вытесним сначала весь воздух, который есть в трубочке-заполнялочке. И он в том шланчике, который идёт. Смянка. Побулькаем, побулькаем, а потом заполним наполовину. Да? Да. Слушайте, ну это какой-то грибной водород. Видите, какие большие пузыри. Всё. Думаем, что почистилось. Начинаем заполнять. Да? О! Что-то, по-моему, мы перезаполнили. Думаю, да. Фокус не получился. Ещё раз. Снова заполняем пробирку водой, крепим в штативе и наполовину заполняем водородом методом вытеснения воды. Теперь гасим верхний свет от греха подальше. Накрываем пробирку полотенцем, ну потому что нам страшно и сегодня вообще неподходящий день для посещения травмпункта, где будут извлекать из нас осколки стекла и зашивать порезы. Хочу отметить, что при проведении всех остальных действий на мне был специальный халат, перчатки, я их уже выкинул, потом увидите почему, и вот такая защитная маска на всё лицо. Далее заполняем пробирку хлором и под водой закрываем резиновой пробкой. Да, вам не особо видно из-за моей руки. Попутно убираем кристаллизатор с водой и переворачиваем пробирку в штативе. Затем убираем полотенце и видим, что смесь хлора с водородом спокойно находится в пробирке. Теперь нам надо подопнуть реакцию, чтобы она пошла. Как я уже говорил, она фотохимическая. Как же делали данный эксперимент раньше? Давайте откроем старенькую книжку. Как видите, она 1892 года. Собственно, к вопросу, откуда я беру описание опытов и как я вообще провожу. В общем, вот тут описание данного эксперимента. Как видите, кто знает английский, может сам перевести и прочитать. Вот он, 173-й опыт хлора с водородом. Ну, в общем, вот этот абзац, если переводить, то раньше проводился данный опыт выкидыванием в открытое окно пробирки в солнечный яркий день. Но сейчас, по множественным объективным причинам, для эксперимента, проводимого во время лекций, это не очень подходит. Ну, собственно, да, во время лекций выкидывать в окошко пробирку не очень. Но, как вы понимаете, что раньше, в 1982 году, опыты проводились на лекциях. И еще один маленький нюанс, как этот эксперимент проводился раньше. С помощью электролиза, как видите, здесь разлагали соляную кислоту на хлороводород. Он по трубочке переходил в такие, скажем так, трубочки с шариками. Он заполнялся сразу в нужном соотношении хлора с водородом. Затем эти шарики вот так вот запаивались с двух сторон и хранились. То есть там за раз много-много шариков делалось. Причем тут в описании где-то было, в общем, вот так вот, кто-нибудь потом паузу нажмете, если хотите прочитать. Там где-то написано, что в случае чего при запаивании этот шарик может лопнуть. Поэтому придерживать надо вот так вот голой рукой, чтобы в глаза и в лицо не прилетело осколками. Вот, прекрасное описание. И там, в общем, делалось много-много-много шариков. Проверять на взрыв надо было первый и последний. Если оба бахают, то все остальные можно хранить в картонной коробке где-нибудь в темноте и потом для экспериментов использовать. Выкидывать в окно, конечно же, мы ничего не будем. Поверьте, там за окном никто не обрадуется этому. Поэтому создадим яркую вспышку здесь вот внутри шкафа. Включим верхний яркий свет. Ииии ничего не происходит. Очень странно. Вообще, для инициации данной реакции нужна непростая яркая вспышка. Нужен ультрафиолет. Недаром же в старой книге написано о выбрасывании пробирки в окно именно в яркий солнечный день. Пока я писал сценарий, даже нашел недавнее видео из Гарварда, где они разными лазерами светили на такую пробирку, заполненную хлором и водородом. И ничего не получалось. Но именно с ультрафиолетом опыт получился. У меня же был расчет на старые светодиоды, которые установлены здесь в качестве освещения. Они ведь изначально ультрафиолетовые светодиоды, на которые нанесен слой люминофора, чтобы создать белый свет. Но что-то не вышло. Попробуем по старинке. Зажжем магниевую ленту и поднесем к пробирке. Но что-то тоже не получается. Надо переделать. Переделывая опыт раз за разом, опыт не получался и не получался. Говоря словами классика, просто опыт говно. Возможно, пробирка слишком маленькая. Поэтому возьмем побольше и повторим эксперимент. Так, переделываем с цилиндром. Берем вот такой цилиндр. Заполняем его водой. Переворачиваем, помещаем. Сюда. Запускаем водород. Дубль какой? Четвертый. Продуваем водород. И последовательно заполняем. И опускаем. Опустили. Далее гасим свет, накрываем пробирку полотенчиком и заполняем хлором. Затыкаем пробкой и все, как в прошлый раз. Выжимаем перчатки. Али, хоп. Включение света здесь тоже не помогло. В этот раз мы решили сделать яркую вспышку с помощью смеси пероксида бария и селитры. Разместили ее на кирпичике. Поджигаем ее. Да твою ж! Очередная противная реакция. Нет, ты от меня просто так не уйдешь. Еще ни одна химическая реакция от меня просто так не уходила. Будем сжечь магний прям в упор. Давайте еще раз замедленно посмотрим. В результате реакции пробку выбило. Убедимся, что мы получили соляную кислоту. Опустим в цилиндр индикаторную бумажку. Она окрасилась в красный цвет, что говорит о кислой среде. Конечно сначала получается хлороводород, аж хлор. Потому что соляная кислота это раствор хлороводорода в воде. Душнилы уже наверняка выбежали в комментарии и написали, что Саня тупой. Кстати, когда я планировал этот опыт где-то год назад, то наткнулся вот на этот советский фильм. Ну точнее сначала я на него наткнулся, а потом уже стал планировать свой эксперимент. Ну потому что в этом видео явная халтура. Вот посмотрите какой монтаж. Пробка есть, пробки нет. Вот при всем уважении к Лен Научфильму, но склейка видна невооруженным взглядом. Ладно, это все хорошо, но надо развить опыт. В летающей пробке лично мне мало. Давайте бахнем в мерном цилиндре. А теперь момент истины. Все, все готовы. Бам! А теперь замедленно посмотрим на это. Прям фокус с исчезновением колбы. Это реально жестче, чем когда мы били посуду. Кстати, сходите и посмотрите. Там прям видны кусочки разлетающейся посуды во все стороны. Это все нормально? Да, это запланированный был. Так, ну тут однозначно мелкая крошка колбы. Прям мелкая. Ну и все ровным слоем покрыто. Видимо уже раствор соляной кислоты. Можно эту бросить куда угодно. Индикаторную бумагу. Да? Давайте искать. Где же? Нет. Нету. Нет, вранье все, в раке. Слушай, даже вот там у нас сколкин. Да, даже тут сколкин летели. Да, тут даже до пола долетели. Где-то были. Ну, в общем, видите, прям в песок стерло. Это самый крупный кусочек, который остался от колбы. Все остальное разлетелось прям в труху. Короче, надо повторить опыт. Для закрепления результата. Опускаем. Выключаем свет на средний случай. Да? Да. Это что? Я больше никто играл в живую не покажет. Дураков нет. Подожди, ничего не открывай, мне страшно. Где рука мелочь? Нет, ты что? Видишь? Это прошлая коба. А, это прям вы в кобу разрываете, да? А почему она в верхней? Ой, 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 ой. Чтобы опыт удался, нужно пахнуть слегонца. Раз, два, три. И? Ну, что-то вы меня напугали тут. Все, готовы? Да. Раз, два, три. Саша, я уже что-то на нервах, ты хорош. Это безопасно сказал. Да ты что же делать-то будешь? А ты что, рукой готов пожертвовать? Иди сюда. Я вам даю еще один шанс, я уйду по роботе без меня. Там говорят, эксперимент зависит на наблюдательном. В общем, так бывает, что при зрителях опыт не получается. Хотя до этого все получалось. Ну, почти. В итоге пришлось источник вспышки пододвинуть максимально близко. Ооо, как громко было. Как видите, колбу разнесло прям в труху. В песок. И в шкафу образуется дождь из мелкого стекла. Итак, последствия. Было громче, чем в прошлый раз. Горлышко выжило. Ну как оно осталось вот на пробочке. Кому надо, обращайтесь. Крепкое горлышко. О, в этот раз больше осколочки. Да, голыми руками стекло не трогаем. Не смотрим на меня. Вот. Вот так вот. Смотрите, мелочь какая. Дребезги. И тут муть. И тут муть. А тут даже все одолетело. Вон там есть осколочки. Так, через верх, наверное. Выше этого долетело. И пролетело. Вот и нашлось стекло. На дне кристаллизатора. Все вон там вот плавает. Мелкая крошка. Ооо, теперь приборочка. Все, что осталось от двух колок, да. Как видите, подметать оказалось бесполезно. Пришлось прям мыть шкаф. Настолько мелкие осколки образовались. Ну из плюсов. Прибрали вытяжной шкаф. Помыли весь, видите. Чистенько теперь. Полы помыли. Потому что стекло долетело не просто сюда долетело. Оно вот там еще было. А еще сюда долетело. Как бы опты делали там. Вот. Как-то вот так. Что ж, надеюсь, вам понравился данный опыт. Заодно увидели, как на простейший опыт иногда уходит тупо 4 часа нашей жизни. Главное, не повторяйте его, если у вас нет возможности хорошенько себя обезопасить. И, как всегда, огромное спасибо всем спонсорам на Патреоне и спонсорским подписчикам на Ютубе. Скоро выложу для вас два видео, которые задолжал для вас. Одно с бэкстейджем, другое образовательное. А остальные также могут оформить спонсорскую подписку и поддерживать данный проект. А также получить доступ к дополнительному контенту. Всем пока.